Всем огромный привет! Ну что, хотите пирожков с капустой? Я знаю, что хотите. Я тоже безумно хочу, но не хочу возиться ни с тестом, ни лепить их. Этого не хочу. Поэтому у нас сегодня будут безумно вкусные пирожки с капустой из лаваша. Я уже приготовила лаваш, нарезала капусту. Особо я ее не мельчила, так средненько. Натерла морковку. Нам понадобится еще 2 яйца и молоко. Рецепт будет абсолютно легкий. Наливаю в сковородку масло. У меня такая огромная вок-сковородка. Наливайте так, чтобы капуста не подгорела. Сейчас я буду тушить капусту. Самое тяжелое, конечно, в этом рецепте потушить капусту. Все. Остальное просто легкота. Капусту можно натушить заранее или вдруг у вас есть тушеная капуста. И вам ее уже некуда девать, то можно сделать такие вкусные пирожки. Отправляю всю капусту в сковородку. И буду ее тушить до готовности. Вот столько у меня получилось капусты. Она, конечно, еще вдвое-втрое уменьшится. Сразу же хочу капусту подсолить. Она так будет больше выделять сок и быстрее ужариваться. Ну, по крайней мере, я так делаю. Прям совсем-совсем чуть-чуть. Вот так. Сверху сразу выкладываю морковку. Морковку потерла на крупной терке. Лук не буду класть в эти пирожки. Не хочу. Был бы зеленый лук, положила бы зеленый лук. А репку не хочу. Кто хочет пирожки с репчатым луком, пожалуйста, можете сюда еще порезать репчатый лук. Или обжарить его отдельно. Вот так все накрываю крышечкой. И тушу. Капусту я пожарила. Вот до такого красивого состояния. Ну и давайте крутить пирожки из лаваша. У меня вот такой лаваш. Я его тоже порезала уже на длинные такие полосочки. Сейчас буду сворачивать пирожки. Все вам покажу. Берем полосочку лаваша. Я беру прожаренной стороной наверх, чтобы у нас потом белая сторона тоже прожарилась. Кладем капусту. И заворачиваем как обычный пирожок. Я надеюсь, вам видно. Вот так заворачиваем обычным пирожком. Вот такая у нас красота получается. Такой пирожочек. И отправляю его на тарелочку. Вот так вот складываю пирожки все на тарелку. Можно еще скатать просто рулетиками. Сейчас я вам покажу. Вот так кладете капусту. Можно побольше. Начинку не жалейте. И скатываете в рулетик. Будет тоже очень-очень вкусно. Вот такой рулетик тоже с капустой у нас получается. Наливаем в сковородку масло. Вот так много у нас пирожков получилось. Теперь я разбиваю 2 яйца. Добавляю щепотку соли. И совсем немного молока. Буквально столовую ложку. Вот так. Все размешиваем. Как на омлетик. Теперь будем обмакивать пирожки в яичной смеси. Вот так вот с двух сторон. И отправлять на сковородку жарить. Жарим с двух сторон до образования корочки. Вот эти трубочки точно так же обмакиваю в яйце. И обязательно швом вниз отправляю на сковородку. У меня получились еще вот такие маленькие пирожочки. Они будут очень вкусные, сочные. Капуста у меня в этот раз попалась обалденная. Очень такая вкусная, сочная. В прошлый раз была у меня еще такая не особо хорошая капуста. Когда я тушила, думаю, хорошо бы на эти пирожки попалась вкусная, хорошая капуста. И обжариваю с двух сторон. Не забывайте пирожки переворачивать по мере обжаривания. Вот такие они получаются золотистые, красивые. Вот такие красивые пирожки у меня получились. Сейчас я вам покажу их поближе. Вот так. Золотистые. Очень и очень сочные. Я хочу посыпать их еще кунжутом сверху. Кунжут я просто обожаю. Вот такая красота. И сейчас мы с вами разрежем один пирожок. Я очень сильно хочу вам показать, что там у нас получилось с вами внутри. Так. Разрезаем пирожок. Получилось очень-очень мягко. И вот столько у нас начинки получилось. Посмотрите, сколько получилось начинки. Тоненькое-тоненькое тесто. Поэтому, кто хочет пирожки с капустой, не надо заморачиваться с тестом. Возьмите лаваш, накрутите себе пирожков. Это будет очень-очень вкусно. У вас получатся такие же сочные пирожки с капустой, как получились у меня. Тем более, я их очень люблю. Вот такая красота у нас вышла. И всем огромное спасибо. До свидания. Пока.